тойота caldino нужно заменить топливный насос топливный насос новый дека как-то дека файл pump или full pump pump пункт насос вот он насос сразу его скрываю здесь крепкий упаковочный материал насос к насосу также идет сеточка сюда но это я когда буду ставить значит открою насос toyota caldino находится под задним сиденьем открываем заднее сиденье она у него тут раскладывается прекрасно открываем открываем коврик звукоизолирующий теплоизолирующий здесь у нас крышка топливного насоса на 4 саморезах откручиваем 4 саморезов которые держат крышку доступа крышки бензонасоса крышки баков который встроен бензонасос саморезы вкручиваются прям в кузов пластиковые пробки вот такие вот они еще тут 5 вот он спрятался эту резиновую заглушку ли как правильно назвать знаю убираем чтобы вот так вот повернуть была возможность лучше конечно ее наверх вытащить здесь у нас разъем очень кстати разъем не очень хороший почему потому что он когда его снимаешь чаще всего это ломается но здесь вот видимо еще часто не снимали сломать не успели здесь немножко пыли это бы конечно все чтобы в бак не попало продуть надо ну как продувая снимать не буду потому что испорчил фотоаппарат поэтому включусь попозже вот такая картина открылась здесь после продувки 1 2 3 4 5 6 7 8 болтов шестигранник на 8 держит крышку вместе с насосом здесь хомут который надо снять сейчас у тебя загнутыми утиками попробую снять хомут снялся пошевелим все идет прекрасно да кстати забыл рассказать на год надо бензобак открыть чтобы давление сбросить бензобак приоткрыли чтобы оттуда там вакуум давление там все может быть теперь головкой на 17 отворачиваем подачу вот это была обратка а это подача топлива так ты как она затянута будто тут нет речка не 7 все 300 и хрена себе бывает и такой вот ему подлиннее сейчас кто ж так затянул вот взял столбик чтобы упираться на него то крутить не могу ни хрена себе а вот это да ну вроде сорвал да первый раз так затянуто на бензонасосе всякое бывало сколько ньютон приложил даже не знаю выворачиваю болт подачи который на форсунку идет мне сначала топливный фильтр а потом на форсунку этот прокладок не вижу ну ладно пусть так остается теперь головкой на 8 выворачиваю 8 маленьких не саморезов а болтиков 1 2 3 4 5 6 чуть-чуть при отпустил 7 8 стараюсь одновременно отвернуть 7 8 поддеваем эту крышку пошла и вот он наш полный бак полный бак технику безопасности соблюдаем чтобы ничего не искрануло полный бак тут что еще тут не понял что это за первый раз такое вижу что здесь фланг какой-то был странно конечно все очень странно ну ладно будем со всеми странами странностями бороться методом таким методом отщепления я не знаю что это за за шланг такого я еще не видел честно скажу может какой-то второй бак еще есть или вторая подача не видел еще такого вот он наш насос насос который мы должны заменить грязь не сказал бы что тут много грязи хотя вот в самом баке похоже что есть она за можешь посвятить видите чернота ну ладно посмотрим блок бензонасоса сборе то есть здесь поплавок который указывает уровень топлива здесь обратка вот она обратка здесь она разделяется на 2 на 2 ветки не знаю для чего то есть сюда обратка входит одна выходит вот здесь вот видите это видимо что если бензина мало чтобы она его не вспенивала и вот вторая ветка там внутри шланг в другую половину бака то есть что равномерно выливалась видимо для этого это сделано разъемы различные и разъем который подключает сам бензонасос первое чтобы снять бензонасос мне нужно отсоединить вот этот разъем от него от бензонасоса нажимая тверточкой вот он видите снялся теперь мне нужно отсоединить вот эти вот хомуты это сделаю вот так вверх их раз чтобы они не мешались мне вот отсюда неудобно потому что почему-то он развернут сюда хомут почему не знаю кто его так я наверное его можно снимать и вот здесь вот поддерживающая такая типа лапки на ней резиновый резиновая прокладка типа амортизатора попробуем ее вот так вот не получается как бы давайте насос вверх подадим чуть-чуть тоже не получается странно конечно как они сюда засунули отвертка нужно плоская отвертка плоская отвертка впрочем отвел я в сторону вот он резиновый этот амортизатор отвел я в сторону насос и теперь буду его вот так вот крутящими движениями вот такими движениями чтобы он слазил слез вот с этой не знаю как ее назвать трубки которую он соединен шланг дают насос мне нужно заменить на новый вот на этот для этого мне нужно с этого насоса снять шланг обязательно разъединил и шланг кстати снялся прекрасно тут снова насоса убираем заглушки от пыли видимо снизу и сверху заглушки одеваем на нее шланг вместе вместе с хомутом с хомутом плохо идет все таки поджимать хомут и одевать этот шланг так хомут сняли шланг одели теперь наша задача одеть сюда фильтр новый вот он фильтр пакетики такие мне терпеть их не могу склеиваются непонятно как расклеиваются тоже непонятно как расклеился здесь пакетики сам фильтр вот он и есть такая шайбочка как типа с заусенцами чтобы защелкивать тоже в таком же пакете порвем его не могу я нервов у меня не хватает на этот пакет одеваем фильтр на бензонасос тут еще заглушка стоит странно здесь значит все насквозь дуется заглушки нету то есть везде может пыль попадать а здесь вот кусочек в 20 раз меньше чем площадь всего фильтра здесь надо заглушку ну конечно ну ладно одеваем так вот приступим его чуть-чуть одеть вот эту вот гайку о вернее шайбу вот видите вот эта вот шайба с такими заусенцами сейчас я ее попытаюсь одеть но вручную конечно не оденешь надо использовать какой-то инструмент какой-то еще кто сказал какой видимо какую-то маленькую головку чтобы она их не очень приятно попробуем сейчас попробуем головку найти оденем ее и попробуем прижать вот так все поджалось головка на 5 миллиметров она мне такая удлиненная все фильтр теперь не соскочит сто процентов процесс обратной сборки я наверное нет сначала я одену на патрубок все оделся уперся в сам насос одеваю резиновый амортизатор и вставляю в эту лапку этот амортизатор вставил теперь моя задача одеть хомут назад на шланг или кусок шланга который соединял эту лапку плохо тут тень ну вот чтобы видно было вот этот резиновый шланг вот это один хомут второй хомут ну вот эти хомуты ну сколько ну пусть 6-7 они очков ну 10 пусть выдержат но здесь зато была закручена как я выкручивал вы видели я не знаю с каким усилием для чего такое усилие тоже непонятно все в принципе можно насос ставить назад насос в блок собран видите я закрыл тряпочкой для чего для того чтобы в бак ну не дай бог что-то не попало одеваем на место вот этот шланг который здесь был я так понял это обратка только она разделенная на две части одеваем его ставим хомут на место вот вот и что устанавливаем я же не одел я же не одел разъем сейчас бы вот поставил и машина не заработала искал бы причину не внимательно Юрий не внимательно так вот я вот этот амортизатор смотрю болтается надо наверное его все-таки приопустить вот так здесь насос не совсем мне понравилось это существенно то есть будет от вибрации он может может взялся вот этими утиками согнутыми и подал его туда чтобы он прижался чтобы вот эта вот резинка амортизационная прижала его еще маленько подал вот теперь я одену все-таки силу притяжения никто не отменял я думаю вверх он уже не должен пойти это будет нонсенс все одета здесь прижата начинаем вставлять вставлять конечно не совсем удобно вот из-за этого шланга непонятно совершенно непонятно аккуратненько вставляем все это дело здесь вот резиновые направляющие прокладки там шланг мешает резиновые направляющие вставлены сверху сверху снимать вот надо чтобы отверстия совпали не везде они почему-то совпадают попробуем наживить вот так вот наживим сначала одну а потом будем тут болтики с другой стороны наживим резиновая прокладка плохо вижу а вот она тень дает лампа дает тень поэтому видно плохо приходится на опыт надеяться свою и на ощупь все делать все наживляется должно руками не без особых усилий потому что если будем особые усилия прилагать то просто сорвем резьбу вот этих болтиков это очень важно их не сорвать так на место установлены пять из восьми шесть семь и последний самый неудобный восьмой болтик устанавливаем на максимум 7 ньютон шуруповерт и заворачиваем этого достаточно все болты завернуты теперь наша задача одеть шланг вот эта обратка тут давления особого нет он должен самотеком сюда бежать ну может и повысится если вдруг забьется может быть для этого там внизу разветвление сделано хомут одет так еще раз проверю да что ты цепляешься утопленная система опа это достаточно опасная система заворачиваем болт который был завернут очень сильно я не знаю почему может быть из-за того что нету нет есть там шайбочки вот я вижу есть прокладки шайбочки из алюминия вот наживляем рукой головкой на 17 наворачиваем разъем так разъем то я надену а вот потом я не просуну в крышку поэтому сначала просовываем его в крышку надеваем все приготовили теперь теперь разъем надо защелкнуть все все защелкнулся не слышно может было у меня пальцы почувствовали и еще осталось 3 самолет все насос собран я думаю что будет все нормально теперь его утепляем утеплитель такой японский закрываем ключи убираем всем пока меняйте бензонасосы тойоте колдина браво мастеру автомобиль собран насос поменен прокладки фильтр поменена колодцы колодцы свечные промазаны герметиком все это установлено прокладка вот здесь вот поменена сейчас мы его попробуем завести все пока